Октябрьская революция К осени 1917 года обстановка в стране накалялась. В крупных городах продолжались перебои с поставками продовольствия, росла инфляция, страну сотрясали постоянные забастовки рабочих. В деревнях же происходил самовольный захват казенных и помещичьих земель, получивший название Черный передел или Общинная революция. Историки по-разному оценивают причины революции 1917 года. Люди были недовольны большим разрывом в уровне жизни правительства и народа, хотели устранить социальную несправедливость, уравнять людей в правах и обязанностях и искоренить мировые войны. Причины были безусловно внутренние, причины были внешние, а колоссальным ускорителем революции самой безусловно была война, которая до предела обнажила все противоречия, которые были. И это привело к росту преступности, к бегству солдат с фронта, дезертирству и многих других факторов. Количество беженцев, перемещенных лиц. То есть страна находилась в положительном состоянии. Несмотря на то, что временное правительство знало о готовящейся попытке захвата власти большевиками, события 25 октября стали для него полной неожиданностью. Политики рассчитывали, что повторится сценарий июльских событий, вооруженные демонстрации с лозунгами и последующая попытка захвата власти. Но события развивались совсем по-другому. Утром 25 октября части Петроградского гарнизона и отряды Красной Гвардии заняли ключевые точки столицы. Станции, почты, телеграфы и телефоны, большинство мостов, вокзалы и электростанцию. К 18 часам красногвардейцы окружили Зимний дворец, в котором заседало Временное правительство. На требования о сдаче министры ответили отказом, надеясь на помощь фронтовых войск. В ночь на 26 октября Зимний дворец был взят, а правительство арестовано и отправлено в Петропавловскую крепость. На следующий день съезд Советов принял первые декреты – декрет о мире и декрет о земле. Также был избран высший орган советской власти – Всероссийский центральный исполнительный комитет во главе с Ольвом Каменевым. А также сформировано новое правительство – Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным. В ночь с 24 на 25 октября кризис разразился, и он завершился вооруженным переворотом большевиков, левых эсеров и всех левых сил, которые привели к свержению Временного правительства. Почему 25 октября? Потому что 25 октября был взят штурмом Зимний дворец. Арестовано Временное правительство, и таким образом, как бы, революция победила. Основным результатом октябрьской революции стало установление нового политического порядка. Главная задача, которая стояла перед большевиками во главе с Владимиром Лениным, заключалась в формировании государственного аппарата нового государства с опорой на Советы. Кроме того, в список реформ вошли и значимые на сегодняшний день поправки. Установление восьмичасового рабочего дня, бесплатные образования, медицинское обслуживание и страхование, предоставление женщинам равных прав с мужчинами и отделение церкви от государства. Вследствие октябрьской революции изменилась социальная структура, были ликвидированы сословия и связанные с ним привилегии. Отныне все население стало именоваться как граждане Российской Республики. Да, партии большевиков удалось прекратить войну, заключить похабный, страшный, невыгодный России Брестский договор, по которому Россия теряла более миллиона квадратных километров территорий. Это, собственно, сейчас те территории, которые принадлежат современной Украине, например, Беларуси, Польше, Прибалтике. То есть мы фактически получили ту проблему, с которой разбираемся и сейчас. В октябре 1917 года в России в условиях переходного периода и нестабильной власти произошел вооруженный переворот, приведший к власти партию большевиков. Эта партия в дальнейшем победила своих врагов и, пройдя через жестокую внутреннюю борьбу, при поддержке широких народных масс провела революционные преобразования, создавшие государство нового типа, ставшее в итоге величайшим в мировой истории. Елизавета Грязянова, Александр Кузнецов, Универ Новости.